До 15 июля продолжается весенний призыв. В военном комиссариате Стерлитамака и Стерлитамакского района молодые люди могут выбрать срочную службу в армии по контракту или обучение в военном вузе. Дамир Рахимкулов пришел в военкомат, чтобы оформить документы перед отправкой на службу по контракту. Парень рассказал, что его отец ветеран боевых действий и сам он с детства мечтает служить во флоте. Родители поддержали решение сына. В ближайшее время Дамир отправится в Мурманск. Мой первый контракт два года идет. За эти два года я бы думал либо остаться продолжить свою службу, либо приехать сюда уже и работать по своей специальности. На срочную службу, по данным военкомата Стерлитамака, в этом году уже отправлено 200 человек. Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля. Также ряды вооруженных сил ежегодно пополняют 1200 контрактников. В данный момент очень много желающих вместо срочной службы идти сразу на военную службу по контракту на два года. Помимо службы в различных родах войск, призывники могут получить образование в военном учебном заведении. Их перечень можно уточнить в военкомате. Дамир Кабиров выбрал Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Военкомат пришел отметиться во время отпуска. Военкомат предложил перечень военных специальных образовательных учреждений, выбрал эту специальность, прошел медкомиссию, сдал все документы. Также в военном комиссариате города Стерлитамака и Стерлитамакского района для будущих призывников организуют обучающие курсы. Например, молодые люди посещают занятия по вождению. Зарема Фридман, Вадим Емансаров, Стерлитамак, Служба новостей.